Привет всем, меня зовут Катя Клэп и сегодня на моем канале я вам расскажу о том, как я похудела на 12 килограмм, о своей диете, как я к этому пришла, почему я вообще захотела похудеть, хоть и может быть это банально для всех, но для меня это было по другим причинам. Короче, поехали, расскажу вам, что я сейчас ем, как я слежу за собой, чтобы поддерживать весь этот вес. Сейчас, пожалуй, начну с того, что как я пришла к самому похудению. Я постоянно сижу, как любая, наверное, девочка на диете, я очень всегда завидовала тем, у кого хороший метаболизм, кто мог жрать все, что угодно и не толстеть. Мне это совершенно не подходило, при этом я всегда был ребенком с огромным аппетитом. Наверное, если взять картон и посолить его и приправить, я бы его тоже бы съела. Можно даже не солить, просто дайте картон. Это была всегда очень большая проблема для меня, при условии, что в переходный возраст у меня конкретно сломался весь, не знаю, обменный процесс, и еще в детстве я нажрала из всяких там американских ножек Буша, гормоны подскочили, и меня стало это все растаскивать. Так вот, момент такой, что где-то в девятом классе я еще решила ограничить себя в мясе, и я пять лет, подчеркиваю, пять лет не ела вообще мяса, потому что я решила, во-первых, это, наверное, полезно, потому что вегетарианцы все-таки здоровы из-за здорового жизни, а во-вторых, почему бы и нет? Я просто буду меньше жрать чего-то, при условии, что я всегда очень любила мясо. Я решила, что нужно отказаться от того, чего больше всего любишь. Пять лет я не ела мясо, а у меня семья мясоедов по двум сторонам, по маме и по папе, все любят мясо. Я была реально очень непонятным ребенком, потому что все, что я ела, это овощи в больших количествах, то есть различные, просто различные углеводы. Обожала хлеб, да и, в принципе, на диетах, когда я сидела, я что-то урезала периодически, но от того, что я потребляла много углеводов, меня это сдерживало весе. Мой вес был стабилен примерно с пятого или шестого класса до 2014 года, то есть вес, который задерживается у вас в организме больше трех лет, его согнать почти невозможно. И я понимала, что с каждым годом мои попытки все сильнее просто разбивались за то, что я хочу быть стройной, но это было невозможно. И скажу, что хоть я всегда сидела на диетах и не прекращала пытаться, я не худела как таковой, у меня всегда был один вес. Для меня всегда было важно здоровое тело и никогда я, когда сидела на диетах, не изнуряла себя, то есть я всегда смотрела везде на баланс. Я не хотела, чтобы у меня выпадали волосы, были плохие ногти, но при этом я себя контролировала в чем-то. Для меня также было очень важно состояние моей кожи, и это с чего, пожалуй, началось вообще все мое похудение, потому что я решила, что так как у меня были проблемы с кожей, что нужно это как-то менять. И, соответственно, есть нужно меньше сладкого, который я, в принципе, люблю. Потихоньку я стала отказываться от газировки, любимой. В итоге я вам расскажу, как это сейчас все происходит, что я ем, что не ем, так что оставайтесь со мной. На тот момент я решила отказаться от всех газировок, от всего такого сладкого очень. Только буквально есть мед, фрукты, и потихоньку, то есть менять свое отношение к сладкой пище. И я пошла к дерматологу, чтобы тот мне взял анализы, посмотрел, что у меня с кожей. И первое, что мне сказал дерматолог, увидев меня чуть ли не в дверях кабинета, он сказал, «Ммм, а вы случайно мясо не едите?» Я такая, «Почему?» «А у вас зеленый орел вокруг там. Что?» Так вот, мне врач сказал дерматолог, что у меня пониженный гемоглобин. И я сказала, что да, я не ем 5 лет мяса. На что сказал дерматолог, «А что вы хотите?» «Зачем вы пришли лечить свою кожу, если вы уже питаетесь неправильно?» Когда я перестала есть мясо, я себе поставила одно единственное правило, что я его не буду есть до того момента, как я не обзаведусь с ребенком. Потому что я не хочу, чтобы мой организм не был готов к тому, чтобы произвести нормальное существо. Я решила, что когда я сам эгоист, принадлежу самой себе, я могу не есть что-то, есть что-то. Это мое здоровье. Но потом я всегда знала, что однажды я начну есть мясо. И для меня это было, то есть, ну, как бы спокойно, но все равно принцип. Я его не ем. И все 5 лет я его не ела. Но в данном случае, когда мне врач говорит, что, вы знаете, вам реально плохо от того, что у вас куча микроэлементов просто не проходит и не приходит к вам, я взвесилась за и против, потому что я поняла, что у меня есть возможность отказаться и удалить комплекс из своей жизни, которых у меня было кучи на тот момент, и я поставила себе цель со всеми с ними бороться. И это был такой весь 2014 год, очень массивный в моей жизни, потому что я избавилась от всех своих комплексов. Я никогда не была вот одной из тех, типа, а-ля вегетарианцев, которые, ой, ты ешь мясо, это так плохо. Нет, я говорила, чувак, можешь есть мясо, это круто, ешь что хочешь, это твое тело. Но я закажу, пожалуй, салатик. То есть, я никогда никого по этому поводу не осуждала. И мой момент, что я для себя самый большой, не знаю, осуждающий меня человек, потому что 5 лет опыта пошли под вопросом, потому что я хочу хорошую кожу. И я начала есть мясо. Я начала сначала есть грудку, то есть я не жру все подряд. Я стала есть мясо, которым действительно полезно и нужно. То есть, вареное мясо, курицу, говядину, свинину я почти не ем. То есть, есть такой момент, что я прекрасно поняла, что мне это хочется, мне это нужно, но я буду есть только то, что действительно полезно. После моего первого приема мяса за 5 лет я думала, серьезно, что меня стошнит, потому что организм бы отвык от этого всего. Ребята, тот самый день я за эти 5 лет ни разу не спала таким глубоким сном. На утро я проснулась новым человеком, я съела просто одну вареную грудку. То, что сделал со мной мясо в ближайшие 2-3 месяца просто перевернуло все сознание. У меня стали расти потрясающие волосы, ногти, у меня улучшилось вообще состояние кожи в разы. Я макияж стала раза в 3 меньше на лицо намазывать, в итоге я стала худеть. Я перестала в тот момент, когда стала заниматься кожей, пить все сладкое, есть особо сладкое, начала есть мясо. И стала налегать больше на белки. Углеводы, соответственно, все сдвинулись, то есть все овощи, которые я ела, я стала есть их меньше, больше налегать на грудку, пить больше воды. То есть, изначально мой интерес сделать хорошую кожу приучил меня к тому, что я стала есть меньше сладкого. В итоге я стала есть больше мяса, и тем самым белок, который специфически действует на организм, он зарождает в нас желание меньше есть, потому что то, что ты съел, ты дольше перевариваешь. И углевод, он как действует, когда ты ешь что-то сладкое, ты его съедаешь, предположим, перед обедом. И когда углевод быстро усваивается, буквально там в течение 10 минут попадает в мозг, следующий прием пищи, ваш обед, вы просто морально, как, не знаю, вашим организмом хотите больше, чем вам на самом деле этого хочется, потому что так влияет сахар на организм. И когда я стала меньше есть сахара, я действительно захотела меньше вообще есть. Так что мой совет, если хотите вообще меньше есть, просто откажитесь от сладкого. Разрешайте себе есть все то, что вы хотите, но не ешьте именно сладкое, меньше углеводов. Ешьте сложные углеводы, полезные углеводы, но не то, что всякие там попкорн, шоколадки и прочее. Я стала воспринимать всю неполезную еду как потенциальную опасность для своей кожи. То есть, если я беру и жру шоколадку, я прекрасно знаю, что у меня где-нибудь что-нибудь выскочит, а я этого не хочу. Это как плата. Ты берешь шоколадку и думаешь, ты хочешь завтра прыщи? Но ты такая вкусная, тебе хватит на 5 секунд, а прыщи будут заживать дольше. И каждый раз я всегда откладывала шоколадку. Я приучила себя к тому, что я просто-напросто не вижу в неполезной еде то счастье, потому что я знаю, что я счастлива каждое утро, когда просыпаюсь, умываюсь и думаю, господи, как у меня все хорошо, спасибо большое. Я могу съесть шоколадку, я могу выпить содовую, что я очень люблю, но я это не ем по причине того, что я знаю, какие будут потом с организмом ситуации. И если я могу взять за них ответственность, я себе позволяю выпить колу, пепси, фанту, я это очень люблю. Но вы должны знать, что если вы это едите, вы должны где-то, не знаю, выпить больше воды, позаниматься спортом. То есть, понимаете, что вы себя не награждаете вкусняшкой, а вы себя обременяете действиями после того, как вы это употребите. Никогда себя не награждайте едой. Запомните это. Это неправильно, это рушит вашу вообще всю систему понятия еды. Еда нужна для того, чтобы быть сытым. И если вы любите есть, и вы гурман такой же человек, как и я, то приучите себя готовить самому себе еду и готовить ее правильно. Если вы покупаете себе шоколадку, такие, я молодец, я люблю шоколад. Нет, любите шоколад, покупайте самый вкусный шоколад, умейте ценить шоколад. Покупайте себе вкусняшку не как в комплимент за ваши достижения, а как нагрузку для следующих действий, потому что, съев что-то неполезное, вам потом нужно будет работать над проблемами, которые эта вещь принесла. Было такое правило, когда я вышла из жесткой диеты, когда я разрешила себе есть мучное, я себе разрешила, так, Катя, вот ты хочешь что-нибудь сладкое, мучное, ты же любишь хлеб, вот это все, шарлотки, вот. Так вот, не покупай это в магазине, Катя. Купи себе все ингредиенты и приготовь дома. Потому что, если вы берете и захотели вдруг что-нибудь съесть сладенькое, вы берете в магазин, просто покупаете, съедаете, сколько вы энергии потратили? Ноль. Когда вы ставите себе задачу, я хочу съесть шарлотку, я могу ее купить, но, знаете что, муторно пойти купить муку, яйцо, вот это все вот разрыхлитель, яблоки почистить, это целое дело. Это как минимум 2 часа вашей работы, вы думаете, ой, мне так лень, я не буду эту шарлотку делать. И каждый раз меня это отговаривало в большинстве случаев от того, чтобы сожрать что-нибудь сладкое, потому что все сладкое, которое я хотела, я себе сказала, что если я могу это приготовить, а я ела только то, что я могу себе приготовить, я брала бы все и готовила дома. Если мне было лень это приготовить, ту же самую шарлотку, значит, я ее не хочу. И я приучила себя брать в магазине только те продукты, которые являются ингредиентами чего угодно. То есть отдельные продукты, не какие-то всякие смеси, какие-то уже готовые завтраки, нет, этому просто нет. Это все портит ваше восприятие еды и в целом просто делает вас ленивыми. Не надо так делать. Любите еду. Если вы любите действительно есть, любите, относитесь к ней с уважением. Не покупайте что-то ширпотребное, невкусное, всякое на маргарине. Готовьте сами. И когда вы готовите сами, вы тратите физическую энергию, свое время и вкладываете в еду что-то, а не просто занимайтесь поглощением всего подряд. Вот это неправильно, что было у меня всегда. Я просто заедала все свое горе, все свои депрессии. Нет. Депрессию нужно убирать делом. Бери и покупай все ингредиенты, что угодно, и готовь на кухне. Включай творческий процесс и просто занимайся делом. Это полезно. Изучай что-то. Изучай кухню, изучай рецепты. Делай что-то своими руками. А не сиди и плачь над тем, что ты уродина и заедай это все шоколадкой. Вот это неправильно. И вот за это я себя очень осуждаю. Сейчас, чтобы вы понимали, я себя не ограничиваю конкретно в чем-то. Я даю себе понять, что важно, что мне нужно. И тут я уже решаю. При этом я спокойно отношусь к еде. У меня есть любимые продукты. Я, например, очень люблю есть стейки. Стейки это мое все. Я знаю, что для каждого физиологии это по-разному все. Кто-то может есть мясо, кто-то не есть, кто-то там ест что-то другое. Я скажу вам так, что посмотрите на своих родителей. То есть на маму, папу, на бабушек, дедушек. Кто что ест и как на них это все влияет. Потому что есть такая генная диета, скажем так. И все мои родители по папиной, по маминой линии все едят мясо. И те, кто налегает на мучное, в моей семье очень полненькие. Так что, если у вас есть проблемы, вы не знаете, что вам нужно и полезно. И вы не хотите идти, может быть, к какому-то диетологу. Посмотрите, что едят ваши родители и как они выглядят. Потому что мы это часть их. И вся эта генная история остается в нас. Посмотрите, что едят ваши родственники, особенно бабушки и дедушки. И как они выглядят сейчас. Сейчас я, в принципе, могу есть все, что угодно, умеренных количеств, потому что я к этому спокойно отношусь. Но я не толстею, потому что я поставила свой метаболизм и обмены вот этого вещества на правильное русло. Я правильно все ем, я правильно все перевариваю, у меня все работает и функционирует хорошо, я высыпаюсь. Организм получает то, что ему нужно. И я всегда прислушиваюсь к его ощущениям. Иногда действительно хочется сладкого. И я беру и ем это. Потому что если мне действительно это хочется, это надо. Это проблема с мозгом или еще с чем-то. Глюкоза нужна. И также другие вещи. Хочешь иногда сельдерей, прям берешь, покупаешь и грызешь. Мои правила. Никогда себя ни в чем не ограничивайте. Именно конкретно, раз и навсегда. Давайте себе возможность. Не награждайте себя едой, потому что это неправильно. Вы портите свое отношение к еде. Еда это не то, ради чего нужно жить. Еда это способ выжить. И если вам нравится что-то есть вкусное, то берите за ответственность, которая идет после. Не думайте о том, что вы себя награждаете едой. А потом у вас есть проблемы, которые нужно решать. Что хотите ли вы потом париться после маленького кусочка шоколада. Также посмотрите на своих родителей, что они едят и как они выглядят. Наше тело это такое же тело, что и их. Мы все вышли из нашей семьи. И те же самые гены ходят в нас. Поэтому смотрите, как они выглядят и что они едят. Также хочу сказать, что я никому не навязываю быть худым, толстым или еще каким-то. Я была комфортна сама собой, в принципе, в любом теле. У меня были проблемы и комплексы, и они были очень странными. Я любила себя всегда, но при этом я очень себя обижала за то, что вот у меня как-то не так. Я не могу носить ту одежду, которая мне нравится. Но в целом я считаю, что любая пампушка и худышка, она хороша. Я терпеть не могу людей, которые кому-то говорят, ой, ты жирный, или ой, ты худая, пипец, у тебя кости торчат. Я считаю, что в любом весе люди могут быть сволочами, если они других оскорбляют в том же самом, что у них есть. Понимаете? Это неправильно. Я считаю, что для каждого есть определенная форма, в которой он должен себя чувствовать комфортно. И если для вас это комфорт, то преследуйте только здоровый образ жизни. Даже если ты будешь худая, как Виктория Сикрет, то, блин, ты можешь быть лысый, прыщавый, и вот это плохо, потому что это нездоровое отношение к себе, нездоровое тело. Здоровое тело, оно всегда красивое, оно румяное, оно упругое, и, блин, здоровый человек всегда прекрасен. Не важно, в каких он формах. И самое главное, нужно любить и уважать себя. Если вы любите и уважаете себя, смотрите за тем, что вы едите, и как вы ведете себя здоровый образ жизни. Также из таких вот, не знаю, очень важных моментов для меня, я первый раз за 5 лет вышла на пляж. Причем, конкретно для меня это был такой, скажем, челлендж. Даже не просто выйти на пляж, а выложить фотографию себя в купальнике. Для меня был сам момент того, что, когда ты выходишь в купальнике, ты себя признаешь такой, какой ты есть. Потому что идеальных людей не существует, они только в нашем воображении. Для меня есть мои идеальные люди, а для каждого этот идеал свой. Поэтому, когда ты выходишь на пляж в купальнике, лично для меня это было ощущение того, что, смотрите, я такая, какая есть. И я себя уважаю за это. За то, что я себя воспринимаю адекватно, что я себя не фотошоплю, что я, не знаю, веду себя нормально. Я просто люблю себя. Я знаю, где что нужно подправить, я над этим работаю. Но в целом я собой горжусь. И именно этот момент мне был очень важен. И тот факт, что я разместила те же самые фотографии, они были не того, чтобы я секси, я хат. Даже если бы я весила на 24 килограмма больше, я всегда обзнала, что я секси, я хат. Потому что это далеко не от внешности зависит. Но, сам момент того, что я именно приняла себя такой, какая я есть, это было, это было очень страшно. И я очень нервничала. Я несколько раз думала, надо ли выкладывать, надо ли выходить вообще на пляж. Кстати, мое отношение к фотошопу и к прочему. Я никогда, я знаю, что бывают фотографы, которые меня фотографируют, и когда мне что-то они подправляют, я понимаю, что окей, это ваша работа. Выходите мне меньше нос, потому что он вам не нравится. Хрен сами, делайте, что хотите. Но я никогда сама лично себе на фотографиях не буду увеличивать жопу, уменьшать талию, грудь больше делать. Потому что такой момент, когда ты постоянно себя фотошопишь, ты потом привыкаешь к этой внешности у себя где-то виртуально в телефоне, и когда ты подходишь к зеркалу, ты смотришь на себя настоящий, думаешь, какого хрена я урод. Ни хрена ты не урод. Ты красивый человек, просто который стал себя воспринимать совершенно по-другому и видеть по-другому. Поэтому никогда я не буду фотошопить сама лично свои снимки, никогда. Какие они есть в интернете, такие я и выгружаю. Я могу всегда убрать прыщик или на заднем фоне какую-нибудь там какашку где-то, потому что я вот да. Но никогда я не буду увеличивать или поменьшать свои различные формы, потому что это неправильно. Лично по моим каким-то примерам. Я не хочу молодым девочкам внушать то, что... то, чего нет. И давать какие-то ориентиры неправильные, ненастоящие. Я лучше вообще не буду фоткаться, если все хреново, не буду ничего выкладывать в интернет, нежели буду что-то фотошопить. И еще, я считаю, что каждый человек по-своему красив и интересен. И самое главное, искать то самое, что у вас есть, ту индивидуальность, и ее в вас взращивать. Делать ее видимой всем и, не знаю, заниматься здоровым образом жизни, наверное. Так что каждый человек красив, каким бы он ни был. Главное, просто всегда стремиться к совершенству, которое есть у вас в голове. И стремиться к этому нормально, по-здоровому и никогда не сходить с ума. У человека всегда должны быть цели и какие-то определенные ваши способности, которые вы будете себе прививать после. Если раньше я отказалась от сладкого, спокойно начала есть или не есть мясо, то сейчас у меня новые цели. Я сейчас хочу ходить в спортзал, то есть у меня есть абонемент, я периодично хожу, но у меня не хватает времени. Так вот, для меня цель ходить три раза в неделю в спортивный зал, заниматься силовыми упражнениями, чтобы потянуть там тело, какие-то части, еще что-то. Так вот, для меня это новая цель. Всегда цели новые появляются, и нужно их достигать и делать. Через полгода, может быть, я буду ходить там не три раза в неделю уже, а спокойно, вот совершенно вот четыре или пять раз. Вот прям спокойно буду ходить, как чай утром пить. Так вот, рифму что ли? Очень надеюсь, что в эту неделю я три раза вхожу в спортивный зал. Вы этому свидетель. Я буду писать в Титре об этом. Серьезно, три раза в неделю я хочу приучить. Нужно так месяц прожить, и тогда привычка прилипнет ко мне навсегда. Потом что будет, я не знаю, посмотрим. Так что я вас очень люблю, и будьте всегда такими же красивыми, здоровыми и любимыми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok